А у меня все это, как сказать, видеодневник с Барнаула. Я раз попала, раз пошла такая пьянка, и режь последний огурец. Купили курицу, принесли. Я ее всю пообрезала. И все, что можно было срезать. И это на бульон оставила. Может быть, какой-то рагу можно будет сделать, овощное, с кабачком там что-нибудь выбрать. Но там уже нечего. А вот это, чтобы вырезали грудку, ведрышки, я сейчас буду делать отбивнушки. Вот, я их уже вырезала. Сейчас отобью все. И будут у нас отбивные из курицы. Купили приправку, сухарики купили. В общем, сейчас будем готовить отбивные на ужин. Покажу вам, как я отбиваю вот таким молоточком. Мы когда-то снохе подарили на Новый год. Подарок отбивнушки делать. Не делай, но мало ли там пригодится. Вот и пригодился молоточек этот. Можно отбить. Вот так вот я сижу и отбиваю. Опа! Вот она. Ку-ку! Ты разделась, пошла спать внучка София. А я королочу. Она такая самостоятельная, ничего не дает. Все сама. И ручки помоет. И разденется. Такие отбивнушки у нас будут сегодня. Такие бюджетные, надо сказать. Ладно, еще сколько можно приготовить с этой курицы всего. Объедимся этой курицей одной. Она, кстати, килограмм 700 грамм. Так, я тебя снимаю. Мы со снохой готовим ужин. Она готовит гарнир из капусты. А я готовлю отбивнушки. Вот сколько у меня их получилось. Представляете, с этой курицей. Тут у меня есть ножик и бедрышки. Ты Свет хочешь включить? И грудка. Вообще огромное количество. Объесться можно. А сейчас я хочу их посыпать специями. Вот у нее морская соль. Она полезна у нас питаться. Начала тоже сейчас. Это модно, да? Так, мы сухарики купили пикантные для отбивнушек. Чесночок сушеный. Сейчас я сюда добавлю. Мне нравится очень. Так, сушеный чесночок. Так, сейчас размешаем смесь перчиков. Ой, вообще обалдеть будет. Нет, бернушки, а сказка. Я, девочки, руками все размешиваю. Все по-колхозному. Вот так. И теперь буду посыпать. Так, мне уже нравится запах. Мне нравится? Нравится. Отлично. Еще на вкус. А я люблю отбивные. Мне хоть с какого мяса эти отбивные. Вообще мне очень нравится. Жевать не надо ставить во рту. Ну, не говори. Мясо не надо. Хоть со свининой, хоть с говядиной. И готовить мне их нравится. Короче, суперовские. Короче, просто вы любите мясо. Не знаю. И Юре с собой давать. Очень удобно их готовить быстро. И можно вот так вот. Раз. Одну на одну. Я, видите, как все выложила тут. Фаншуй у меня, короче. Вот так. Чтоб места много не занимали. Может, я тут снимаю невидимо. Подписчиков есть же, кто из Барнаула? А я, слушай, не знаю даже. Давайте, кто из Барнаула, в комментариях черканите. Я из Барнаула. Или, может, что вы подскажете? Может, вы где-нибудь хорошую курицу берете в Барнауле? Где такую? Домашнюю? Ну, домашнюю, более-менее. Ну, как бы не вот этот вот, чернобой, который в магазине. Антибиочные, я их называю. Больные, короче. Но мы их покупаем. Прежде вот такое постоянное местечко. Найти, чтоб курочка была более-менее. Отзовитесь, барнаульцы. Мы ищем вас. Так, это все готово. Я тут нагрязнила. Сноха тут все прибралась. Так, а мне надо... Ты сейчас будешь уже гарнир, да, готовить? Ну, давай, я тебе не буду мешать. Они у меня там пока лежат. Нет, давайте быстрее. Нет. А я засыплю, все. Готовь, да, готовь. А потом я. Чтоб потом тебе не лез. Мы разделили ужин на две части. Кто что готовит. Так, а как ты хочешь капусту приготовить, поделись со зрителем? Да, налил масло в сковородку. И? Засыпал капусту и пусть тушится. Ты просто тушеную без ничего вообще, без овощей? Без овощей, соль, перец и помидоры потом еще, ну, либо томатная паста. Ну вот, я не лезу со своими указаниями тут. Гарнир готовит сноха, как мне нравится. Ну вот, все, договорились. Так, смотрите, девочки, мальчики. Мужчины. Мужчины, девочки, мальчики, женщины, мужчины, дети. У меня сноха покупает вот такую вот овсяную муку и кукурузную муку. Но вот сейчас она мне выдала цельно смолотая овсяная мука. Я вот у нее спрашиваю, чем она полезна? Потому что зернышко молит это, которое молится, оно цельное, его не дробят. То есть самое, что полезное, в этом зернышке есть, оно остается. Вот так что мы будем сейчас от длины еще и с полезной муки готовить. Вот так-то. Разбила 4 яйца. Щедро так яйца наколотила. Не экономлю, у снохи. Сухари купили панировочные за 35 рублей. Я говорю, ой, боже, круто, совсем дорого. И с хлеба сделаем. Да, и с хлеба сделаем. Вот, а они, кстати, с чем они? Они, по-моему, с перчиком, да? С перчиком, пикантные. А с перчиком, с паприкой. Сейчас, короче, мы будем запекаемся здесь. Мало того, что я насыпала всяких специй, еще и... Так, все, я приготовилась к жарке от бивнушек. Начну сейчас делать поближе. Подвину себе все. Все, приготовлю. Рабочая поверхность маленькая, да? Ну, тебе-то хватает? На меня не рассчитано. Я за своими тарелками. Ну, это же тоже все для видео. Так бы. Да. А если вы... Для удобства-то там в 2 раза меньше было бы тарелок, а так все это. Подробнее. Да я дома, когда начинаю отбивнуть и жарить. Весь стол занят у меня. Это ужас какой-то. Так, ну что, ты уже сковородку мне поставишь? Да, я тут куда-то шипеть буду. Да, ничего страшного. Все, начинаю жарить. Так, ты будешь меня снимать. Давай, рассказывай сама. Так. Берем первую штучку. Первая пошла. А, ты сковородку, надо же масло туда. Так, обмакиваем. Надо посильнее газ там. Вот, чтобы нагрелось. Надо будет его убавить, чтобы они не горели. Ну, потом, да, сейчас нагреется. Я не люблю, когда горят. Так, первая пошла в муку. Потом в яйцо. И в сухарики. Потом, следующую вкусняшку. Да. И в сухарики, представляете? У кого уже слюнки текут? У меня. Отзавитесь. Так, Таня, надо подлить чуть-чуть масло, чтобы я уже начала пасть. Выкладывать. Ага. Помощь третьих лиц. Да, ну, что-то совсем маловато ты. Ага. Ну, все, хватит. Все, мы прям полезно-полезно попитаемся сейчас. Так, обтряхиваем. Как хорошо эти пикантные сухарики. Я думала, она газит, а быстро. Что-то не шкварчит, слушай. Быстро сейчас нагреется, она тоненько. Так, берем следующую. Вторая пошла. Там в инстаграме у одного человека есть рубрика с проготовкой. Мне называется «Магия маслечка». У нас будет «Магия сухариков». А он масло любит? Ну, он там, да, кусок масла бросает на сковородку. И тем, как жарится, него магия маслечка. Ой, ну вообще сухари прям, как сырая вода впитываются в эти отбивнушки прям. Угу. И уже с первой идет запах. Ты почуяла? Да, да. Да еще даже это на горячее не клали, уже пахло. Вот такие вот у нас отбивнушки. Всего одна курица. А еще мы супа навалим с нее, представляешь? Рагу приготовим с костей. Не курица, а клад. Потише сделаем. Ну что, мне надо сюда сухариков добавлять. Ну, хотя я сейчас вот эту вот выложу. И все, у меня сковородка занята. Но они очень быстро готовятся. Ты газ на полную, да, включил? Да, да. Надо убавить сейчас. Обязательно. Три минутки. С одной стороны. Три с другой. И смотрим, приготовились, нет? Убавила? Угу. Ну все, молодец. Ну можешь выключить пока, не раз, неудобно. Так, у нас следующая порция. Покажи ту, которую мы уже сделали. Вот это первая. Запашочек вкуснячий. Это большая с бедрышком кусочек. Большая часть. У нас еще мужики не знают, какой они сегодня будут. Ужин. Так им сегодня повезло. Да, сказочно. О, какая. О, ты схотела с пол сковороды. С пол сковороды, я говорю. Мне, конечно, нравится, но сидеть с ней, ковыряться. Поэтому я их разрезаю. Ну и с говядины можно есть свинину. А мне нравится вот их взять, все переделать, запанировать, а потом жарить. Вот так мне нравится. Они вот так по одной стоять, выкаблучиваться, руки марать. У вас в этом году много кабачков? У тебя надо? Я перенариваю. Да, у меня кончились. Хорошо. Очень много. Я последний раз пиццы делала. Из кабачкового теста? Ну, кабачок нажарила такими потолще, как блинчиками. Небольшими по диаметру, но такими потолще, там, сантиметр. И что, на сковородочке. И потом на них мини-пиццы типа. Что я делала там? Помидор сверху. А, майонезиком, по-моему. Помидор, сметанки, помидорчик и сыр в духовке. Вот пока сыр запекся. Что-то сильно, Тань, газ убавила. Давай, чуточку прибавляй. А тут мне про порошки рассказывают. Я-то всегда арелью стираю. И, о, ленор. Тоже же у тебя ленор. Вот это, да? Тебе понравилось, да? А она вот купила себе порошок. И вот мне рассказывают, что ей очень нравится. Да, мне не нравятся эти едкие запахи у порошков. И тут в Ленте была распродажа какой-то день. И я взяла попробовать вот это Биомио. Ну, как бы, типа экологичный. Но там в составе все равно, там, не сильно экологичный. Но более-менее. А по цене? По цене на 20 рублей дешевле реля. По граммам? На 40, на 40. Ты имеешь в виду по... По стиркам количество столько. Да, да, да. Но он концентрат. Ага, понятно. То есть тебе понравился? Мне понравился. Он не воняет вообще. Белье мягче с него. Так, еще надо. Так, у нас тут последние отбелушки. Я не умею на газом пользоваться. Ой, горит. Я не люблю такие зажаренные. Ну все, они с нормальными убирают. Молодец. Короче, белье мягкое и не вонючее. И на фоне такого белья, кондиционер белье берет намного лучше. Да? Вот достаешь прям сразу, даже не гладя еще белье. И ленор мне нравится. Не вернее. Там никто что-то ленор, что мягче делает. И я тоже, так как запах не люблю, всегда взяла детский. А тут какой-то раз взяла детский, от него дышать нечего. Короче, тебе очень понравилось. Ну мы ведь для рекламы. Нам никто не платил за это. Мы просто... Может кому-то пригодится. Да, может кто-то тоже так запахи не любит. Да. Вот это хороший такой нежный-нежный ароматик. А цена у него? Я не знаю. Ну такой же, как все. А я в последнее время в Ленте покупаю... Знаешь, у них кондиционер для белья такой дешевый, лентовский. И, надо сказать, не вонючий вообще. Запаха практически нет. У них тоже какие-то разы. Какой-то я брала. Но он мягче делает, чем он. Ну понятно, но я из-за экономии. У нас так вообще вода жесткая. У них-то чистая вода. А у нас вообще ужас. Так, а мы дожариваем отбивнушки. Капуста у нас тут уже на подходе. Ммм. Ну все, уже готово. У нас вот уже готовые. Вот так за болтовнью и пожарили. Ой, Тань, куда я вот это делал? Так, я ответственная за отбивнушки. Давай, на, ты теперь у меня оператором будешь. И последнюю сейчас положу. Вот не привыкла я к этому. Такое ощущение, что здесь килограмм мяса. Так объемно это смотрится. Да. Мне почему нравятся отбивнушки? Слушайте, это курица с хлебом. Да. Сразу. А это, посмотри, вот ровно 4 яйца и ушло у меня. И вот это вот я говорю, внучки сделаю маленькие. Может она согласится. Она иной раз вечером придет, мы кушаем что-нибудь, там гречку, допустим, со свининой. А она придет, на, с ней иди кушай, да. Я пришла, я хочу картошку, пюре. Я говорю, ну извини, у нас сегодня гречка с мясом. Или там у нас свинина, она, а я хочу курицу, мясо, курицу. Ну тоже извините. Ну, честно, как раз, не знаю, будет она. Я в прошлый раз готовила, так она не захотела. Хоть как я ее уговаривала. Не хочу и все. Ну, у нее была альтернатива, там всякие блюда, поэтому она и не захотела. Она в садике, как я люблю, в садике, а тут борщ. И я тут рыбный полюбила. Ага. А, кстати, у нас тоже ела она как-то. Рыбный? Да. Ну вот она. Так, ну все. Рыбным все мечтает. Все, выкидываем. Так, посуду я наделала, вот, в гору целую. Все, давай, отключайся. У нас, короче, видос на целый час. А, я думала, Натаха, вот, у нас такой ужин. Ммм, прям вообще обалдеть. Салатик сделали, Натаха тут наколбасила. Всех приглашаем с нами от ужина. Да. Поужинайте с нами, пожелайте нам приятного аппетита. Вот так вот проходит наш день. Вот она наша красоточка. Ты моя маленькая. За окошком снова не погодится. Тучка в небе почему-то хмурится. Ну а мне очень даже нравится. Дождик этот, я пойду гулять. Дождик леп по крышам, по улицам вада. Я иду по лужам, по воде шагаю я. А теперь ля-ля, 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 по воде шагаю я. Ля-ля, ля-ля, по воде шагаю я. Молодец. Боже, дождик, посылаешь ты для нас. И не стоит огорчаться нам сейчас. Нужен дождик и деревьям, и цветам. И, конечно, нужен он всем нам. А боже, дождик леп по крышам, по улицам вада. Я иду по лужам, по воде шагаю я. Ля-ля, 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 по воде шагаю я. Ля-ля, 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 ля-ля. Дождик леп по крышам, по улицам вада. Я иду по лужам, по воде шагаю я. Друзья, перед вами выступала звезда нашего канала Настя Иванова. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok